Открытое соревнование по стрельбе и стабильному оружию среди подразделений правоохранительных органов коллектива физической культуры Мозорской гос.БФСО «Динамо» продолжило серию турниров, которые проводит наше доблестное старейшее в стране физкультурно-спортивное общество. Это был турнир в рамках 15-й спартакиады служебно-прикладных видов спорта круглогодичной по стрельбе и стабильному оружию среди КФК подразделений правоохранительных органов Мозорского Полесского куста. Соревнование традиционное, стрельба и стабильное оружие является одним из основных видов вообще в подготовке силовых ведомств, внутренних органов и так далее. И является очень интересным, всегда зрелищным видом, таким же приблизительно, как и практическая стрельба. Люди показали сотрудники высокие результаты, все очень старались, максимально показывали свою точность, выдержку при стрельбе, навыки с обращением оружия, культуру обращения оружия. И нас очень порадовали результаты, в самородке, скажем так, появились новые надежды в стрельбе и стабильного оружия. То есть очень интересно прошло, все организовано, четко, без никаких заминок никаких не было. Отметим, что в командной борьбе лучше оказалась дружина управления Государственного комитета следственных экспертиз по Гомельской области, которую формировали сотрудники Мозорского межрайонного отдела Максим Рак и Анастасия Василец. Второй результат у Мозорского отдела Департамента охраны Александр Бурсук и Кристина Ковальчук. Третья позиция у Мозорского пограничного отряда Александр Семенов и Анастасия Ясковец. Это имеет прикладной вид обязательно, потому что сотрудники учатся стрелять, применять оружие в различных условиях, не только в условиях комфортного какого-то прицеливания, но и меняющихся условиях, как того требуют условия упражнения некоторых. Что до отдельных видов, то тройка призеров в упражнении ПМ-3 Максим Рак, Александр Бурсук и его тезка Семенов, который стал третьим и в упражнении ПМ-8, первые две строчки за Александром Бурсуком и Максимом Раком. Среди женщин в упражнении ПМ-2 лучшие Анастасия Василец, Кристина Ковальчук и Виктория Макаревич. В упражнении ПМ-7 тройка медалисток Ольга Корж, Анастасия Василец и Алена Гурина. Субтитры создавал DimaTorzok